В любом, вы должны понимать, на любом предприятии, где есть профсоюзы, изначально профсоюзы и администрация отстаивают, ну, скажем так, есть вещи, которые отстаивают они вместе, да, и есть вещи, по которым они идут параллельной дорогой, да, а есть вещи, которые, ну, профсоюзы и администрация иногда расходятся, да. Мне очень важно, у нас нет противоречий, да, то есть у нас основные моменты или просьбы к нашим профсоюзам, вот у нас, я приехал сюда в мае, когда уже началась жаркая погода, то есть у нас, повторюсь, у нас есть парковские профсоюзы, надо понимать, какие, да, то есть у стивидорных компаний есть свои профсоюзы, наши сотрудники 800 человек, то есть всего в парту работает порядка 200, 2,5 тысяч человек, да, это стивидорные компании, это госпереприятия, Николаевский морской код, там порядка 40 человек, и 809 человек, это которые находятся в нашей администрации. Наши сотрудники, и никто не рассказывает, какой профсоюз идти, они сами выбирают, в этом есть нормальная конкуренция, да, и в этом, кстати, есть конкуренция между профсоюзами, да, потому что чем больше сотрудников у них находится, тем больше средств они получают для своих нужд, для социальных и так далее, и так далее, и так далее, да. У нас после разделения госпереприятия, ну так госпереприятие отделили, в принципе, абсолютно правильно, госпереприятие надо было очистить от социальных объектов, да, у нас есть на балансе общежития, это у нас в администрации, у нас есть на балансе больница, медицинский центр, там порядка 89 врачей работает, качественных врачей, да, наше, и естественно, что и коллеги из дивидорной компании, обочи из дивидорной компании, и наши сотрудники обслуживаются в этой поликлинике, да, и часть работников, которые нагородние, живут в общежитии, которое находится у нас на балансе, да. Я как эффективный менеджер, да, должен я заниматься операционной эффективностью, да, естественно, что социалка не должна, не может приносить априори доходы, да, то есть она как лифт в многоэтажном доме не может быть доходным, да, поэтому моя задача с профсоюзами находить понимание и находить баланс. Моя просьба к уважаемым профсоюзам, в принципе, это такая, она публичная, и здесь нет никаких, мы это под идеалом не обсуждали, да, что часть социальных, часть наших обязательств, в том числе и перед работниками, которые находятся в профсоюзах в первом или во втором, они, мы их обслуживаем, да, или это наша поликлиника, либо это в нашем общежитии, и мы просим профсоюзам участвовать в расходе, в расходе, да, потому что у нас, это моя первая задача, а вторая задача, я хочу, чтобы наша поликлиника, ну, это тоже конкурентный рынок, да, мы не можем сейчас сказать, что у нас всего одна больница, и, пожалуйста, мы будем поднимать цены для бесконечности, да, любой житель Николаева идет в ту поликлинику или в ту больницу, где самый лучший сервис, самые лучшие цены, да, и, ну, на самом деле, самые лучшие врачи, да, то есть если последний у нас есть, врачи у нас с хорошим опытом, богатым опытом, да, цены мы стараемся, естественно, делать такие среднерыночные, да, моя задача вдохнуть вторую, вторую, скажем так, второе дыхание в нашу поликлинику, да, чтобы там, может быть, появился дополнительный спектр обслуживания, да, то есть есть стоматология, но нет имплантов, да, то есть когда делают импланты, то есть это то, что требует кап затрат, да, поэтому те руководители, которые стоят в центре, я попросил их подготовить их предложение, что мы можем сделать для того, чтобы вдохнуть вторую жизнь, чтобы и жители пошли в эту поликлинику и обслуживались качественно, потому что сейчас в основном поликлиника обслуживает наших сотрудников, ну, сотрудников стюдерных компаний, и также она делает пропосмотры, это каждый год, каждая стюдерная компания, и мы в том числе делаем пропосмотры.